всем привет меня зовут лилия бойко и в этом видео я вам покажу и расскажу о моих любимых настольных играх которые мы любим играть когда собираемся компанией близких друзей и также они идеально подойдут чтобы растопить лед между малознакомыми людьми так что вот моя подборка я надеюсь вам будет интересной и полезной и снимаю видео это я не одна а с наташей с канала natalime я ее знаю лично хотя мы познакомились недавно но я уже убедилась что она очень добрый отзывчивый дружелюбный такой инициативный человек так что очень рекомендую ее канал он именно больше бьюти канал но в то же время все мне лично очень интересно итак давайте наверное перейдем к играм а то их у меня во сколько вот эти вот все это я вам буду сейчас показывать более детально видите какие огромные коробки и давайте уже начинать итак первая игра которая я сейчас расскажу это денежный поток аналог американского кэшфлоу игры который изобрел роберт киосаки который является очень известным коучем успеха тренером по инвестированию он написал такие книги как богатый папа бедный папа квадран денежного потока еще какие то у меня в общем они все есть я все перечитала в то время когда я очень активно посещала разные тренинги семинары и так далее по психологии успеха они часто на них играют вот в эту игру то есть это даже ну я бы сказала скорее не домашняя игра такая вот для тренинга что ли и она просто мега полезная в чем суть я постараюсь рассказать двух словах потому что правила изложены вот этой вот брошюре вот такой огромный и для того чтобы играть чтобы знать все нюансы нужно вот всю прям изучить я последний раз играла ну наверное несколько лет назад и эта игра для большой компании от четырех наверное человек и не на пару часов а прям вот на целый день засесть суть в том что вы проживаете моделируете всю вашу жизнь в плане заработков вот в этой игре все начинают с позиции старт и у каждого есть какие-то исходные данные которые вы выбираете вот в таких карточках то есть в начале игры вы тянете карту профессии здесь вот указано какой у вас на данный момент доход то есть это зарплата проценты по вкладам дохода от недвижимости возможно но очень редко вот этих карточках есть квартплата расходы выплаты по кредитам различные и вот все вот эти данные вы вносите в вот такой вот листок это баланс да как вот бухгалтерии и здесь вот ваши доходы ваши расходы вы каждый раз в конце каждого месяца учитесь делать отчет ну как бы для себя да потому сколько у вас активов сколько пассивов чтобы разбираться что из вас вытягивает деньги а что наоборот приносит и вот вы как и все люди в обычной жизни начинайте с внутреннего круга вам попадаются определенные шансы в течение вашей жизни вот пока вы не накопили определенной определенную сумму в наличке вы можете тянуть только мелкие сделки если вам выпадает шанс ну вот пример мелкой сделки у вас есть есть хорошие знакомые на типографии которые готовы работать с вами по минимальным расценкам разместите в газете рекламу о предоставлении полиграфических услуг и выступите посредником начальное вложение 300 долларов постоянно прибыль 200 долларов то есть рентабельно здесь полтора месяца всего очень выгодная сделка и вот если у вас есть на момент перешагнули на вот это вот ну на это поле да есть у вас есть в кармане 300 долларов свободных то вы можете воспользоваться вот этой сделкой также могут быть деньги на вечер это вот такая карточка например вы женитесь четыре тысячи долларов допустим сегодняшним расценкам это достаточно бюджетная свадьба я бы сказала либо там рынок да возможно там ваши акции как-то что-то на рынке случилось и ваши вложения изменились например вот вы нашли покупателя на автомобиль audi a4 вам предлагает за него 9 тысяч долларов касается всех игроков то есть любой может ну у кого есть машина да наверное могут продать ее за 9 тысяч долларов вот здесь события есть как положительные для вас такие негативные далее когда вы зарабатываете но определенную сумму денег вы уже можете тянуть крупную сделку вот например в среднем доме продается двухкомнатная квартира вам известно что по плану реконструкции к города этот дом будут сносить а жильцам компенсирует стоимость утраченных квартир исходя из стоимости аналогичной квартиры в элитном доме и вот вы смотрите кредит сколько процентов ежемесячных считаете выгодно ли это вам и исходя из этого либо берете эту сделку либо пропускаете также у вас какие у любого может случиться такое что вас уволили либо что родился ребенок это дополнительные затраты и вот вся суть игры сводится к тому чтобы выйти из вот этого внутреннего круга как бы мелкого да на большой круг на вот это ну да на там где уже сделки покрупнее ну например вот фабрика по пошиву нижнего белья стоимость 150 долларов ежемесячный доход 5000 долларов или здесь тоже есть деньги на ветер например вот тоже как прикол сделать свою дочку звездой украинской эстрады стоимость 8 800 тысяч долларов и на примере вот этой игры если вы выработаете себе привычку вести ежемесячные расходы доходы точно так как здесь например в реальной жизни да думать как бизнесмен крупный то есть если вы привыкнете научитесь как быстро выходить с мелкого круга на большой то и в реальной жизни когда мы попадаются аналогичные ситуации вы себя ведете так как как в игре и но это помогает вам выйти на другой уровень мышления мыслить как богатый человек и в принципе вырабатывает привычку ну зарабатывать больше денег можно так сказать вот здесь есть реальные деньги вот ну то есть игровые до миллион долларов 500 тысяч долларов вот много они разделяются между игроками есть человек который играет роль банка который подсчитывает и может быть проверка тоже как из органов если вы неправильно здесь вот заполняете бумажку с вас берут какой-то штраф в общем реально все как в настоящей жизни так что вот я жалею что сейчас мало времени на вот эту игру но она очень интересная она просто затягивает в нее но невозможно я еще ни разу не играла так чтобы здесь наверно финиша и нет здесь только старт есть да то есть в нее в принципе можно играть бесконечно но нужно как минимум часов пять для того чтобы начать только выходить на вот этот вот большой круг вот такая вот увлекательная игра вторая игра из моих фаворитов это алиас это вот реально как написано на коробке увлекательная игра для веселой компании то есть просто чтобы классно провести время чтобы развлечься классно подходит чтобы растопить лед в незнакомой компании чтобы люди стали лучше друг с другом общаться и мы частенько играем в алиас когда собираемся там на днях рождениях разных у меня она обычно всегда лежит в багажнике на всякий случай суть в том что вам нужно объяснить слова указанные на вот этих вот картах не используя слова с одинаковым корнем то есть например вот воображение нельзя говорить воображать да то есть вы должны словами объяснить но так чтобы не использовались слова вот схожие то есть по корню с вот этими и вот в зависимости от того на какую цифру на вот этом поле вы попадете вы выбираете вот слово под этой цифрой и таким образом за минуту вот там вот есть часы песочные вам нужно объяснить как можно больше карточек если вы говорите слово с одинаковым корнем то это минус один балл если вы пропускаете то это тоже короче мне нужно вспомнить правило чтобы четко по баллам сказать но и так вот разбивается на две команды получается люди там нужно две фишки поставить и кто первый дойдет до финиша где у нас финиш а это наверное пройти но снова на старт да при этом на поле попадаются вот такие цветные значки и вот допустим есть значок где вам нужно во время того как вы объясняете изображать определенную эмоцию вот например прыгать на одной ноге но это не эмоции а эмоции это там здесь именно действие есть вот сумасшедшего изображать да вот здесь эмоции то есть объяснять слова но еще и с вот этими вот приколами и если вы справитесь реально будете прыгать или там сумасшедшего изображать то вы потом можете себе добавить очки покрутив колесо также бывает поле где нужно рассказать историю то есть взять и прямо в одной истории но дается минута на подготовку по порядку использовать вот эти вот все слова и также есть еще знаменитости они конечно здесь совсем вот такие странные некоторые то здесь я максимум половину знаю ну вот тарзан андрей миронов вот лив тайлер знаю джоли тарзана гвен стефани остальных особо или это наверное что-то из спорта да в общем ну тоже интересно разбавляет вот просто обычные слова вот так что вот эту игру я вот прям всем рекомендую вне зависимости от ваших предпочтений там вот если кешфлоу это может на любителя то здесь вот реально в каждой компании она классно пойдет это уже проверено на моем личном опыте советую а номер какой-нибудь давай покрутим еще раз вообще не должна крутиться что такое давай время давай Давай. Что-то мы называем? Вы как учите. А мне можно так показывать? Бриллиант. Какой камень? На русском языке? Ярослав. На голове, под головой это что? Мост. Снимают что? Когда не видно Луны. Какое? Луна. Что это у меня такое? Калода. Одна. Там где плавают рыбки в стеклянном пути. Дача это что такое по-другому называют? Дом коттедж. Какой? В каком сезоне туда ездят? Летний коттедж. Когда разбираешь много какого-то не нужно. Да. Стоп. Третья игра называется Scrabble. Это у нас украинская версия, но есть разные. И это по сути кроссворд. Вам выдаются буквы. Вот в таком мешочке вы их берете. И вы из них составляете слова. Причем каждая буква имеет определенный вес, то есть в баллах, в очках. И суть игры, кто наберет больше очков. Вот, допустим, буквы, которые редко используются в словах, как Ш или З или П, у них больше очков. А гласные О, А, Е, которые легко подобрать в слова, у них по одному очку. И дальше на поле, если вы закрываете вот эти квадратики, то у вас здесь утраиваются, удваиваются очки. И можно играть, опять же, пока не закончите все поле. Ну, мне кажется, что это, ну, это не такая для меня лично азартная игра, как вот те со словами. Потому что я люблю более такие экспрессивные, что ли, игры, где вот как-то весело, большая компания. Это более спокойное. Вот если там, допустим, с мужем, с парнем хочется как-то с пользой провести время, да, разнообразить. Не только там фильм посмотреть или сериал, а вот поиграть во что-то, то вот это хорошая игра. В одно время она была очень популярной, тогда мы ее и приобрели. Но сейчас, скажу честно, играем редко. Четвертая игра – это Лото. У меня очень древняя упаковка, как и игра. И я в нее играла в последний раз очень давно. Мне кажется, сейчас намного более увлекательные игры есть, о которых я вам рассказала ранее. Так что я правила плохо помню, я просто зачитаю их вот с обратной стороны коробки. Вначале игроки с жребием выбирают ведущего игрока, затем договариваются о стоимости одной карточки, делят между собой поровну монетки. И далее каждый игрок по очереди берет одну или несколько карточек, положив взамен в кассу монетками их стоимость. Вроде пока все понятно, да? Далее. Затем ведущий перемешивает бочонки в мешочке, не заглядывая в него, вытаскивает на лукат по одному бочонку и громко объявляет его номер. Это, знаете, как вот Лото Забава в Украине есть на такое шоу из моего детства. Там тоже вытягивают только там шарики, а здесь бочонки. Ну, аналогия есть. И, кстати, вот этот мешочек какой-то такой древний, как советский прям. Ну, видимо, игра такая же. При этом он смотрит на свои карточки. Если номер бочонка совпадает с номером на карточке, то бочонок ставится на этот номер. Игроки просматривают свои карточки и номера, которые совпадают с номерами бочонков, закрывают фишками. Да, то есть бочонки возвращаются туда, а здесь вот закрываются фишками. Выигрывает тот игрок, который первым закроет одну из трех горизонталей на любой из своих карточек. Выигравший забирает все монетки из кассы. То есть, опять же, можно играть долго и, ну, как вариант, можно, но, опять же, я считаю, что сейчас есть намного более интересные игры. И последняя игра называется Твистер. Наверняка вы видели ее в американских фильмах, где прямо семьями в нее играют. Здесь крутится вот эта стрелочка и выпадает, есть ведущий и несколько игроков, четверо максимум. И вот, говорит ведущий, левая рука там первый игрок на синий, и вы должны вот там вот на поле стать на синий. Ну, и в итоге выходят там разные очень такие интересные позы, да. И вот кто продержался дольше всех, чтобы не упасть, тот и победил. Ничего особенного, но эта игра, наверное, уже скорее не настольная, а напольная, что ли. Ну, и для компании тоже достаточно весело. Надеюсь, игры, которые я предложила, вам понравились, что-то вы взяли на заметку и тоже приобретете себе, если у вас еще таких нет. И я считаю, что нет определенного возраста, после которого как бы уже неприлично играть или неинтересно играть. Мне кажется, вот эти, по крайней мере, игры подойдут абсолютно всем и скрасят вечер в любой компании. Напоминаю, переходить на такое же видео у Наташи Лаем, у нее больше 30, по-моему, игр дома. Так что представьте, она вот точно выберет самые-самые классные. Ну, и напоминаю, с вами была я, Лилия Бойко, и встретимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok